итак всем привет сегодня хочу рассказать о такой проблеме на автомобиле вино лагуна 2 2005 год середина пятого года но фаза один одна из последних первых вас проблема в том что карточку мы вставляем сейчас свет включен поэтому пищит но сейчас не буду это показывать потому что эта проблема возникает очень редко может раз в неделю может два раза в неделю а может и в день 2-3 раза но сейчас она не возник сегодня завел выставляем карточку табло все загорается табло загорается нажимаем на кнопку старт сейчас машина завелась без проблем ну а проблема в том что нажимаешь на кнопку двигатель масла и секунд десять и прекращает то есть не заводится и так может повторяться три четыре раза мне вчера было что этот четвертого раз завелся и после этого опять весь день машина заводилась пол тыка значит вычитал я в дебрях интернет что это может быть датчик положение коленчатого вала у меня эта проблема в принципе была на но на моей старой машине еще лада десятка жигули 2003 года было но это было очень давно там такая же проблема была маслала машина и вообще даже не схватывала толкача заводилась нормально поменял датчики и она вообще ли полетела этом все нашел обрыв проводки датчик из можно было не менять но я за одной датчик поменял с тех пор проблема была решена ну и здесь видимо тоже самое сейчас буду смотреть разбирать этот датчик может он засорен или почистил нужно может быть и заменить пока почищу если не поможет то буду менять ошибок садники двигатель не показывает я заходил режим ошибок то есть сжимается эта кнопка и одновременно вставляется карта и автомобиль приходит диагностический режим то есть приборная панель она проверяет короче все лампочки там можно выйти в режим отображения ошибок у меня была ошибка t и h но я так почитал что она практически у всех вылезает даже за поломку считать нельзя там то это по впрыску это кстати мама ошибка могла возникнуть когда двигатель не заводился несколько раз она просто либо впрыск не шел либо искры не было не за как двигатель блокирует скорее всего не знаю не буду сейчас ничего говорить эти две ошибки были был я и сбросил пока они не появляются но пишет почитал у многих они есть ладно буду сейчас варить сам датчик добираться на него ночь капот и открошу добраться до датчика нужно снять воздушный фильтр и под ним должен быть датчик фильтр на таких резиновых хомутах стяжки еще есть сейчас буду смотреть по ходу дела на фильтр фильтр снимается вообще за 5 секунд резиновую стяжку снял а остальные просто без хомутов пути разъемность дергиваться и все где-то должен быть датчик положение конечно вал двигатель с отец 4p где-то мы здесь должен быть это прямая датчик датчик температуры это не то будем искать здесь крышка помешает сейчас по своему фонарику нашел его придется изгалиться вот он снизу стоит это же не очень удобное положение но попробую снять а вот извлек этот датчик вот он конечно было непросто с плохим освещением я забыл взять с собой фонарик приходилось посвечивать посвечивать телефон вот он такой загрязненный сейчас мы почистим на клемму отсоединить сбросить в принципе все обратно стоит конечно любит ветер я вообще не вижу как-то вроде как видно на ощупь придется это делать ну вот датчик извлечен вот его маркировка Сибинс сделан во франции Рено мы довольно грязи будем чистить клеммы вроде нормально еще не окислено ну все вроде почистил вот рабочая его часть сейчас фокус на ней был огромный налет я его счистил я по корпусу прошелся обычным очистительным карбюратором сейчас буду ставить все обратно посмотреть наблюдать так сказать еще раз маркировка двигатель F4P еще раз напомню то есть применим не только для Рено Лагуна 2 вот такой вот номер здесь еще нашелся когда я его почистил буду ставить обратно у меня это все! ну вот тем он Продолжение следует... 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 Продолжение следует...